Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина. И сегодня у нас с вами часть 2 акцентов каталога номер 3 2022 года. И поговорим про декоративную косметику. Первую часть я рассказала про уходовые средства, уход за волосами, телом, лицом. На что бы я сделала акцент, поделилась своими любимыми продуктами, рассказала более подробно. И сегодня мы с вами поговорим про декоративную косметику. Так, что же у нас интересного представлено в декоративной косметике в этом каталоге? Еще раз подчеркну, что я не буду останавливаться на парфюмах, на ароматах. Почему? Потому что здесь очень все индивидуально. Рассказать свои любимые ароматы, это просто поделиться. Как выбирать, знать свои ноты, которые вам нравятся, ну и через пробники. А на мой взгляд это только так. Потому что кому-то один аромат нравится, он в восторге, другой говорит, невозможно, задыхаюсь, мне не нравится. Поэтому ароматов не будет. Потому что у меня многие писали и спрашивали, нет, не будет ароматов, потому что, ну, нет. Итак, первое, на что хочу обратить внимание, у нас идет с хорошей скидкой вот такое предложение. Это тушь с эффектом гипнотического взгляда, Hypnotic Death и стойкий праймер, маркер подводка для глаз. Про подводки, про все карандаши, друзья, я буду просто говорить, что есть со скидкой, но ничего не могу рассказать подробно. Я не подвожу глаза, не делаю стрелок. Единственное, что я могу подвести, сделать подводку вот такими карандашами, стойкими тенями-карандашами. В этом каталоге они будут идти без скидок, они просто представлены, есть вот такие оттенки. Но я люблю, я пользуюсь бронзой. Бронзой я могу подвести верхний век и немножко нижний век, сделать такую, да, тень немножко вдоль роста ресниц. Но подводками, карандашами и так далее я не пользуюсь. Просто делаю акцент, что стойкий маркер подводка для глаз будет с хорошей скидкой и тушь с эффектом гипнотического взгляда. Такая щеточка. Я же рассказывала подробно про эту тушь и делала с ней макияж. Вот такая вот щеточка. Она была уже в каталоге, в другой упаковке, ее вернули по многочисленным просьбам, потому что многие ее полюбили. Она на самом деле классная. Вот сейчас у меня на ресницах именно она. Хорошо разделяет у нее по бокам, видите, длинные щетиночки на щеточке, а здесь короткие. Она хорошо удлиняет, прокрашивает реснички, подкручивает их, разделяет и делает эффект распахнутого взгляда. То есть ресницы не становятся более плотными, она их не уплотняет. Тут нет никаких обволакивающих таких компонентов, да, ну или они, может быть, не так ярко выражены. Но она хорошо разделяет ресницы, взгляд распахнутый, да, вот видите, у меня сейчас здесь два слоя у меня на ресницах этой туши. Мне она очень нравится. Но опять-таки, знаю, что девочки, кто-то писал, что не любят такие щеточки за счет того, что она жесткая. Да, она жесткая, она не мягкая. А если, например, мы возьмем тушь, сейчас здесь представлена тушь в линейке Uncolor, по-моему, идет, сейчас, где-то тут, я просто не заложила, потому что, сейчас покажу, вот, да, вот линейки Uncolor у нас есть тушь для ресниц с эффектом веерного объема. Здесь она попышнее, здесь частые-частые щетиночки, и она более мягкая тушь. Здесь она все-таки жесткая, и девчонки говорят, что кому-то корябает, корябает верхняя и нижняя века. Мне не корябает, мне очень комфортно, она меня сразу, мне еще ее присылали на обзор, когда был предвыпуск, предзапуск ее. И до сих пор я только ею пользуюсь. Сейчас, в последнее время, как только я ее получила, пользуясь только ей, уже все, нужно менять. Но я ее обожаю. Обратите внимание, она будет по 219 рублей по цене каталога. Дальше у нас идут тоже в линейке The One помады. Две помады представлены за 199 рублей, друзья. 199 рублей по цене каталога. Это помада 3D Shine, Power 3D Shine, и стойкая помада, стойкость 12 часов, супер стойкая помада. И вот такая вот 3D Shine. Чем она мне нравится? Стойкой такой у меня нет. Заметьте, что это не ультрафикс, это просто стойкая помада. Вот такая у меня есть. Нет, подождите, это не помада, это тушь. Вот, вот такая помада. Она очень легкая. Знаете, нечто среднее, как я говорю, между блеском и помадой. Блеск невероятный. Здесь 3D Shine, частички блестящие. За счет этого идет визуальное увеличение губ. Потому что всегда блеск, то, что блестит на губах, губы увеличивают. Увеличивают в объеме. Будет становиться более полной, более насыщенной. И она очень вкусно пахнет. Данная помада была у нас уже в другой упаковке. Такая серебристая, серая серебристая упаковочка. Теперь она вот в такой упаковке, оттенки остались. А вот этот у меня оттенок, который я вам показала, сразу назову код 42-157. Это персиковый сурбет. Нейтральный, ни к чему не обязывающий тон. Можно носить везде. Легкая, на губах практически не ощущается. Очень комфортная. Хорошо наносится, хорошо ложится. Так, пропускаем ароматы. Новинка предыдущего каталога, это в линейке Uncolor шоколадные оттенки. Кто уже попробовал, я думаю, что оценили. В этом каталоге они также идут со скидкой 159 рублей. Четыре оттенка, потрясающие. Uncolor на самом деле такая помада удивительная. Очень низкая стоимость. Очень, на мой взгляд, такая простенькая упаковочка, да, вот такой вот пластик. Но то, что содержится внутри, это потрясающе. Очень хорошо наносится, мягко, хорошо ложится. Смотрите, какой пигмент. Поглядите. И она очень приятно лежит на губах. Она заполняет все вот наши вот эти вот морщиночки. Хорошо ложится, не растекается, не размазывается. Удобно в применении. Аромат шоколада, да, кому-то не нравится. Я знаю, что вы написали, что ужасный аромат. Здесь опять-таки все зависит от нашего воняния. Мы все разные. Кому-то нравится данный аромат, кому-то не нравится. Нельзя сказать, что аромат ужасный. Да, такой вердикт. Поставим жирную точку. К данному конкретному человеку не нравится, не подходит. Личное восприятие. Это нормально. Это, как я всегда говорю, зима и лето. Кто-то обожает зиму. Я не люблю. Я не говорю, что это ужасное время года. Оно есть, оно имеет быть. Но выбора нет. Зима настает. И мы в ней живем. Помаду можно не покупать, если вам не нравится этот аромат. Но отличная пигментация. Хорошо ложится. Очень хорошо. Она именно лежит на губах. Мне нравится. Сразу губы становятся такие плотные. Губы становятся наполненные. Обожаю эту помаду. Да, шоколадный оттенок. Поэтому, если не нравится аромат шоколада или просто неприятие этого аромата, то да. Но 159 рублей со скидкой еще 20%. Я думаю, что это небольшая цена. Да, если кто-то потратил, купил и не понравилось. Ну, не так страшно. А тем, что у нас еще представлено со скидкой в этом каталоге. Тоже потрясающая помада, кремовая губная помада в линейке Ancala. Шикарнейшая. Просто шикарная. Опять, смотрите, да, какая упаковка. Ну, простая. Прям простая. Но внутри тоже. Смотрите. Оба! Смотрите, как хорошо наносит. Смотрите, как пигментированная. Мягкая, кремовая, насыщенный цвет. Здесь аромат сладковатый. Сладковатый. Очень хорошо лежит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 20 оттенков. 20. Очень широкая палитра. Каждый может выбрать. И здесь также ухаживающий комплекс Крем Комфорт. То есть пока помада у нас с вами на губах, она ухаживает за нашими губами. И она очень комфортна. Что также очень важно, да, что помада лежит комфортно. Губы не пересушивает, не перетягивает. Не беспокоишься, что что-то поплыло куда-то не туда. Затем тоже, смотрите, мы проходим все с вами по губам, да, в линейке The One. Это блеск и помада Cushion. Тоже со скидкой. Блеск 249 рублей. Помада Cushion 369 рублей по цене каталога. Блесков нет. Одно время я использовала, красилась только блесками. Любила легкие такие оттенки, чтобы губки блестели, но не было сочного пигментирования. Не могу сказать про блеск ничего сейчас. Нет вообще в наличии, но помада Cushion у меня есть. Губка, да, ну как у нас, представь, как обычно Cushion, это губка, пропитанная чем-то. У нас есть тональная основа Cushion, есть помада для бровей, да, есть помада для бровей, тени Cushion для бровей и вот помада Cushion. Губка вот так вот выкручивается, здесь появляется оттенок и мы, я не буду наносить, потому что потом остается пигмент на самом деле. Пигментированно, то есть блеск сходит, помада стойкая, за счет чего стойкая? Кто-то мне говорит, она не стойкая. Смотрите, за счет чего достигается стойкость? Блеск, да, такое сверкание идет. И блеск постепенно сходит, но остается просто матовый оттенок. Пигмент, он впитывается в поверхность губ, в кожу губ и пигмент остается. За счет этого идет стойкость, немножечко продлевается ношение этой помады. Затем, что еще хотел обратить внимание, две туши, представленные тоже со скидкой, это эффект кошачий, с эффектом кошачьих глаз и экстремальный объем. Смотрите, вот такие вот две туши. Кто-то, возможно, как и я, тоже боится таких щеточек, очень пушистых, очень объемных. Вот такая туша, это экстремальный объем. Кошачий глаз, она тоже объемная. Единственное, чем отличается щеточка, это с эффектом кошачий глаз щеточка идет как песочные часы, такая вот фигуристая. Очень удобно наносить, могу сказать, что, несмотря на то, что я боялась, потому что пушистая, и боялась, что запутается щеточка в моих ресницах, и мне будет неудобно. На самом деле она хорошо прокрашивает реснички. Вот именно эта тушь, она уплотняет каждую ресничку, она утолщает, и за счет этого придается объем. Ресницы становятся более объемными, более густыми, обволакивает, потому что тушь обволакивает каждую-каждую ресничку. А с эффектом кошачий глаз, она нацелена на то, чтобы удлинить наши реснички у внешнего уголка глаза. И получается такой эффект кошачий глаз, немножечко раскосые такие глазки, как у киски. Реснички удлиненные именно в этой стороне, да, то есть когда мы прокрашиваем, мы делаем акцент вот здесь, вот на внешнем уголке глаза, и глаз визуально удлиняется, потому что реснички идут в стороны. Так, брови, да, брови тоже очень важны на лице женщины. И что у нас есть для бровей? Смотрите, в этом каталоге у нас по-прежнему представлена со скидкой новинка тени для бровей, вернее здесь даже набор для макияжа бровей и глаз, потому что можно использовать как тени для глаз, так и тени для бровей. И помада для бровей, про парамат тоже идет со скидкой 499 рублей, про помаду для бровей ничего не могу сказать, не пользовалась, не знаю. Тени для бровей шикарные, а на самом деле обожаю, сейчас пользуюсь только ими, ушла от предыдущей палетки, она у меня есть, она у меня практически новая, недавно начатая, но вот здесь мне тени нравятся более удобно. Знаете, когда наносишь, затем появляется небольшой такой пудровый эффект, пудровое покрытие. Девчонки, кто пользовался, говорит, очень напоминает эффект после помады для бровей. Тоже после помады, когда нанесли, прокрасили бровки, потому что сначала у помады для бровей идет кремовая текстура, затем она превращается в пудру. Вот здесь у меня тоже такое ощущение, что пудровое, пудровое такое остается, ну да, здесь есть комплекс трипл пудра для нежной текстуры и абсолютно невесомости. При нанесении вот эти тени, мне кажется, ведут лучше себя, чем предыдущая палетка, где у нас два оттенка и воск. Поэтому рекомендую обратить внимание, кто еще не рассмотрел, также эти тени ведут себя на глазах. Хорошо растушевываются на веке, хорошо ложатся, не растекаются, не забиваются. Легкий опять-таки идет пудровый финиш. Затем, когда мы нанесли тени, можно делать стрелки. Вот сегодня, кстати, да, я говорю, что я не ношу стрелки карандашами, маркерами и так далее. Сегодня я сделала стрелки верхнего века именно влажным способом нанесения с помощью вот этой палетки и использовала вот этот вот оттенок, самый темный. Для бровей я использую вот этот вот средний. Когда делаю макияж глаз, я использую либо светлый, либо средний. Стрелку я сейчас нанесла, нарисовала влажным способом, вот этими вот темными тенями и кисточку использовала, которая идет в наборе. Мне понравилось. Если вы любите рисовать стрелки разные, коротенькие, длинные, толстые такие, широкие стрелочки, попробуйте эту палетку. Я думаю, что вам понравится, потому что очень хорошо ложится, мне самой тоже понравилось. Я когда тестировала, показывала, я показывала на руке, потому что сама не рисую стрелки, сегодня решила все-таки попробовать. Но как же так, я не попробую. Тональная основа. Смотрите, обратите внимание, что нам в этом каталоге идет со скидкой корректирующий праймер, вот такой вот зелененький. И тональная основа The One или Skin Aqua Boost. Потрясающая тональная основа, очень комфортная на лице, она хорошо увлажняет кожу в течение дня. Чем она мне нравится? Во-первых, она придает такое легкое здоровое сияние коже. Она не матовая, но она и не блестящая. Просто ты смотришь на лицо, лицо здоровое. Лицо, знаете, когда мы представляем молодую девушку, мы представляем, что лицо, какое здоровое лицо. Оно такое выспавшееся, отдохнувшее, здоровая кожа, немножечко увлажненная. Вот здесь точно такой же придает эффект эта тональная основа. В течение дня чувствуется, что как будто бы что-то изнутри подпитывает. Сохраняется вот этот вот именно эффект увлажненности. Идеально подойдет для нормальной сухой кожи. Для жирной, не знаю, нужно пробовать на самом деле, потому что она все-таки увлажняющая. И еще одна тональная основа, умная тональная основа у нас Everlasting Sing. Вот эта тональная основа также идет со скидкой, которая адаптируется к потребностям окружающей среды. То есть, когда у нас очень жарко, она не дает коже сильно потеть, она впитывает вот этот вот сальный секрет. Да, пытается балансировать за счет специальной технологии Skin Camouflage. И выпитывает из питки кожного сала. То есть, идеально подойдет для жирного типа кожи. Я вот эту тональную основу пробовала только в таких пробниках наносила, потому что у меня не жирная кожа. И полноразмерный вариант я не приобретала себе, потому что выпитывать излишки кожного сала, ну, мне не нужно, у меня кожа не жирнится. Затем в линейке The One у нас идет со хорошей скидкой матирующая тональная пудра и стики, стики для макияжа. Смотрите, стойкая матирующая пудра The One. Вот такая вот. Кстати, в этом каталоге представлены матирующие пудры и The One, и Giordani Gold со скидкой. Вот The One у нас идет Everlasting Sync 649 рублей. Вот такая вот пудра. Она очень хорошо ложится, она придает такой эффект выравнивания кожи, отлично выравнивает, не забивается никуда. И, кстати, смотря на то, что она матирующая, у меня кожа не жирная, мне нравится, как эти обе пудры и The One, и Giordani Gold лежат на коже. Не пересушивают кожу, не забиваются в поры, не скатываются. Очень комфортно. И стики. Что такое стики? Стики это... Сейчас, а вот, вот так вот выглядит стик. Их три, четыре вида румяна, розовый, вот такой вот стик. И, кстати, в каждой стике содержится сквалан, который увлажняет кожу, ухаживает за кожей. Стик, вот этот вот румяна, можно использовать как помаду, как румяна, естественно, как тень, если, например, нанести розовые оттеночки. Вот такой вот стик для макияжа. Аромата нет, никакого запаха, нейтральный абсолютно. Затем у нас есть хайлайтер, бронзер и средство для контуринга. Бархатистые легкие текстуры, они очень хорошо растушевываются, легко ложатся. Если нужно, например, разнести, растушевать, то они очень мягко растушевываются, хорошо лежат. И сквалан увлажняет кожу, ухаживает, пока у нас это средство нанесено на лице. Так, что у нас еще? Теперь у нас идет Giordani Gold. Что у нас в Giordani Gold с хорошей скидкой? Это вот как раз-таки матирующая пудра Giordani Gold. Чем они отличаются? Ну, наверное, составом, потому что все-таки в Giordani Gold еще есть ухаживающие компоненты. Здесь есть витамин С, Е, экстракт шиповника, который защищает кожу. Но в самой упаковке просто в Giordani Gold, видите, зеркало немножечко больше. Я тоже уже об этом рассказывала. А когда сравнивала две эти пудры, здесь зеркало больше. Но, в общем-то, не принципиально. Тоже хорошо выравнивает тон кожи, невесомое покрытие. Сейчас я использовала именно Giordani Gold, когда красила, сделала макияж. Вообще, пудру я в повседневном таком, ежедневном своем макияже не использую. Но когда есть съемка, чтобы лампа не так сильно бликовала у меня на лице, я использую пудру, немножечко припудриваю. Очень хорошо ложится. Опять-таки, эта пудра также не забивается. Хотя она и матирующая пудра, да, она матирующая пудра у моей сухой кожи, она комфортна. Я боялась, как я уже тоже рассказывала не раз, что я боялась, что она будет стягивать мне кожу, что мне будет некомфортно в течение дня. Такого ощущения, к счастью, не оказалось ни от одной, ни от другой пудры. И две пудры в шариках у нас идет тоже со скидкой. Обратите внимание, румяно-бронзер и сияющая пудра в шариках Джордани Голд. Также идут со скидкой. Это вот в такой, на вот такой вот упаковочке, ручной работы. Их можно назвать как метеориты, всем известные, с гиалуроновой кислотой. Они очень легкие, хорошо растушевываются, ложатся, придают такой легкий оттенок кожи. В легкий Джордани Голд у нас также много подводок, карандаши, подводки для стрелок. Также со скидкой. Не буду рассказывать, потому что не знаю. Помада Джордани Голд, матовая и сатиновая помада. Также смотрите, обратите внимание на цены. То есть это очень глубокие скидки для того, чтобы поухаживать за собой, побаловать, если вдруг вы... Джордани Голд у нас премиальная все-таки декоративная косметика, люксовая и цены достаточно высокие. Для многих не каждый решится себе приобрести по полной стоимости. Сейчас я тут хорошие скидки. Я думаю, что это отличное предложение для того, чтобы приобрести. И новинка текущего каталога. Это увлажняющая сверхточная помада. Кстати, она у меня сейчас на губах. Я приспособилась к ней. Не с первого раза, но теперь она мне понравилась. Вот такая упаковка красивая, золотистая. Да, если у нас в Джордани Голд помады идут все такие, но вот именно в таком помаде, видите, как стик карандашик. Скошенный стержень для сверхточного нанесения. Она очень легкая. Не матовая. Есть небольшой, знаете, небольшой увлажняющий такой акцент идет. Хорошо наносится, хорошо лежит. Практически не ощущается на губах. Но могу сказать, что практически вообще не ощущается на губах. Я сейчас только вижу, что у меня на губах есть помада. Она хорошо разглаживает губы и увлажняет их. Разглаживает в каком плане? Ну, у нас на губах же есть эти вот морщинки. Но она их делает более ровными. Обычно матовая помада вот так вот разглаживает. Но матовая помада, она все-таки требует такого особого отношения и подхода. Нужно хорошо увлажнить, поухаживать за губами, потому что матовая помада может подчеркнуть все недостатки на губах, в том числе шелушение, трещинки и так далее. Здесь нет такого. И вот эта вот невесомая гелевая текстура, она способствует тому, что она заполняет все эти трещинки, морщиночки и визуально наполняет как бы губы, делает их более такими пухлыми, полными, более привлекательными. Ну, у меня оттенок красный, но здесь достаточно хороший выбор оттенков от самых-самых темных, шоколадной вуаль, до светлых, например, карамельный нюд. Я думаю, что вы сможете себе подобрать тот оттенок, который привлечет именно вас. Видите, какая хорошая достаточно палитра. И цена привлекательная, 499 рублей по цене каталога. Ну, а если мы вычитаем 20%, то мы получаем еще более привлекательную цену. Тушь, удлиняющая тушь, крылья ангела. Смотрите, тоже идет в этом каталоге со скидкой. 319 рублей это специальная цена. И она будет такая при заказе любого продукта из этого каталога. То есть при условии, что вы что-то приобретаете из каталога, то на эту тушь будет действовать вот такая вот цена. Сейчас я вам ее покажу. Отлично удлиняет реснички, хорошо их разделяет и прокрашивает. Вот, смотрите, вот такая, видите она. Я сначала ее назвала как елочка, потому что в форме елочки мне больше напоминает. Не сразу я к ней приспособилась. Не сразу у меня получилось накрасить реснички, но потом мне понравилось, как она прокрашивает, как она разделяет. Опять-таки все туши, чем мне нравятся, они не осыпаются. Я могу сказать это абсолютно про любую тушь, которая у меня есть. Giordani, Gold, The One. Все туши хорошо ложатся, не растекаются, не рассыпаются, не отпечатываются. У меня длинные ресницы, верхние. Раньше, когда пользуюсь другими тушами, я, допустим, накрасила ресницы, открываю глаз, и у меня тык-тык-тык идут вот такие вот точечки. По верхнему веку ресницы отпечатались. Нет, ничего не отпечатывается. И насыщенные пигменты везде абсолютно. Понимаете, в каждой туши, в которую мы не возьмем, везде хорошие насыщенные пигменты. Черный, яркий такой будет цвет, пигментация и ухаживающие компоненты абсолютно в каждой туши, что не вредит глазам. Все-таки глаза, ресницы у нас рядом, слизистый глаз находится. Это очень важно, чтобы не раздражало слизистую, чтобы у нас глаза потом не воспалялись, не было никаких проблем. Ну и на обложке мы видим, на последней обложке мы видим антивозрастную тональную основу с пребиотической сывороткой Giordani Gold со скидкой вместо 1200 рублей. Она стоит 499 рублей по цене каталога. Представляете, она отлично выравнивает тон кожи, скрываются недостатки. Кожа визуально моментально выглядит моложе за счет, опять-таки, ухаживающих компонентов, потому что здесь еще содержится пребиотическая сыворотка. Да, она антивозрастная, но я думаю, что даже девушке, у которых нет каких-то глубоких морщин, нет особых проблем, им понравится эта кожа. Сразу скажу, что тональная основа Giordani Gold, она по текстуре более плотная, вот именно вот эта, да, не преображающая, а вот Giordani Gold, антивозрастная, которая более плотная по текстуре, чем, например, мы возьмем The One Aqua Boost. Она более легкая, там идет меньше степень покрытия, легче. Здесь идет все-таки она поплотнее. И если вы не любите, например, плотные тональные основы, то, возможно, вам не понравится. Если же вы та девушка, которая любит плотные тональные основы, которая понимает, что хочет высокую степень покрытия, вы делаете несколько слоев, скрывая какие-то недостатки, то эта тональная основа как раз-таки она и есть. И если мы возьмем вообще самую легкую тональную основу, в принципе, которую я знаю, это тональная основа The One A Z. Вот эта вот увлажняющая, она очень легкая. A Z крем тоже идет со скидкой, 449 рублей по цене каталога. Она увлажняет кожу, она ухаживает за кожей в течение дня. Очень легкое покрытие. У меня этой тональной основой пользуется дочь. То есть это легкий такой оттеночный макияж, немножечко придать тон кожи, выровнять, сделать, ну, какой-то оттеночек придать. Вот как раз-таки для людей, для молодых девушек, которым не нужно что-то скрывать, не нужно выравнивать, не нужно разглаживать и так далее. Вот эта тональная основа, я одно время ей даже пользовалась летом. Она легенькая для того, чтобы придать просто легкий оттенок кожи. И такое, знаете, она продает легкое сияние. За счет того, что там ухаживающие увлажняющие компоненты содержатся, легкое сияние, опять-таки эффект здоровой кожи. Если сравнить с The One Aqua Boost, то вот AZ полегче покрытие, степень покрытия. У Aqua Boost поплотнее, а Giordani Gold еще плотнее. Да, если мы так вот по степени покрытия сравниваем с вами, это будет вот так. И у крема AZ хорошая, ой, 30 SPF идет. Поэтому выбирайте тональную основу, которая вам подойдет именно по степень покрытия, по ухаживающим компонентам. Что вы хотите. Выбираем по цели, да. Какую цель вы хотите достичь. Что вам нужно. Матирование кожи, увлажнение, плотная степень покрытия, легкая степень покрытия и так далее. Все, друзья, мы с вами рассмотрели, у нас с вами прошло две части обзора каталога, акцентов каталога третьего, уходовые средства и декоративная косметика. Я надеюсь, вам было полезно, вам было интересно. Пишите, как всегда, свои вопросы в комментариях. Я буду рада. Делитесь своими покупками, делитесь своими любимчиками, любимыми средствами, макияжу, уходовыми средствами. Что вы больше всего любите. Возможно, что-то вы покупаете прям постоянно, с каталога в каталог. Делитесь со своими друзьями, знакомыми этими продуктами. Я думаю, что это будет полезно всем. И мне. Я люблю читать, что кто-то пользуется, тоже что-то для себя брать. Потому что, как я уже сказала, я не всем пользуюсь. Потому что это невозможно абсолютно попробовать все продукты. Я точно так же прислушиваюсь к девушкам, которые пишут, чем они пользуются. И слушаю, читаю их впечатления, их результат. Для того, чтобы понимать, да, чтобы сравнить. Для того, чтобы я могла тоже сказать, что вот кто-то пользовался, говорит вот так. Потому что у меня своего опыта нет абсолютно на всю продукцию компании. Благодарю вас еще раз за внимание. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока-пока.